Маленькая, ну какая маленькая, подожди, вот так, вот так, вот так. Друзья, мы же решили теперь записывать вам еще и такую рубрику, как домашние рецепты, я даже такой плейлист создал, и мы с Женей эту тему начали уже вентилировать очень давно. В этом году мы приобрели аппарат для изготовления своих напитков, а совсем недавно взяли еще и для изготовления мясных всяких разных вкусностей. Вот сегодня мы о нем расскажем, это аппарат Вятич на 22 литра для изготовления тушенки. Даже если вы сейчас думаете, что вы отдалены от этой темы, это вообще не ваша кухня, потому что мы самостройщики, и у нас как бы заниматься над другими вещами, не торопитесь выключать или пролистывать, эта штука, она очень полезна будет для вас. Но все равно ездим на рыбалке, ездим на отдыхе, на стройку ездим, опять же, со своего дома, да, и оптимально, когда у тебя есть какой-то полуфабрикат, приготовленный своими руками. На районе свининку. Поехали. Ну а как? Кто выращивает. Ну выращивает, потом ее делает. Короче, мы вчера взяли... Нашли мясника. Нашли мясника, взяли, а вы сейчас все это видите на картинке, потому что мы с сыном поехали и приобрели у него два зада. Опять не так сказал. Задние части. Ну, две задние части. Молодой свининки, маложирной. Потом, не стал вам показывать это все в кадры, а, показал, почему это все есть. Вот, смотрите. Женя это все изрезала, нарезала, приготовила. В общем, давай сюда сразу будем ставить. Тут еще что прикольно. В комплекте с автоклавом идут рецепты по приготовлению различных консервированных вот таких через автоклав. И супов, и гречек, и плов даже есть узбекский. То есть, это все можно приготовить, и у вас это будет храниться, и ездить с вами на всякие отдыхи и так далее. Я не хочу вас сегодня долго мучить этой информацией. Хочу просто очень быстро рассказать. Самый оптимальный ходовой комплект автоклава – это на 22 литра. В него входит 16 банок по 0,5. Вот, мы же взяли 29 литров. Здесь входит 24 банки. Вот, литровых входит 5 штук, 22 литровый, и 29 литровый – 10 штук. Ну, трехлитровый, понятно, по одной. А в маленький входит по 0,5 штучек. Ну, я рекомендую вам взять либо серединку, либо 29 литров. Теперь, 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 давай убираем бумажки. Я доехал до магазина, приобрел банки в количестве 25 штук. 24 пойдет в автоклав, и одна запасная. Также мы взяли вот такой вот набор колец. Но, как оказалось, эти кольца нам нужны будут только в случае, если мы будем использовать крышки, которые закатываются. Мы сейчас взяли, видите, ну, мы их уже обработали. Мы взяли крышки простые, закручивающиеся. Поэтому их блокировать никак не нужно. Дальше мы крышки проварили, банки промыли. В дополнение мы еще приобрели вот такое вот дно. Это фальш-дно такое, которое отрывает горячую часть от пола. Также в комплекте идет дно, которое закрывает тен. Вот эту зиговку, кстати, вы нальете потом воды. Взяли дополнительно еще силикон. Вот это на запас. Он тоже нужен. Жень, давай готовь, наверное, эти горошки, душистые перчики. А, все у тебя готово, да? Тогда не вижу никаких проблем, чтобы не начать это все раскладывать по местам. Друзья, для того, чтобы понять, как работает вся эта конструкция, вам нужно всего лишь сейчас увидеть вот то, что мы будем делать прямо вот сейчас. То есть, сколько чего положить, таким образом вы уже сможете завтра повторить все увиденное. После всех процедур, досмотрите до конца, мы эту тушеночку откроем и попробуем одну баночку. И вообще поймем. Ты готовишь, да, лавруха, перец, горшок, горошек. Это душистый? Да, не могу открыть. Давай. Класс. Так, кольца я пока уберу, они нам сейчас не нужны. Это я вам просто показать хотел. Вот что еще не сделал. Как же так вот начать работы на автоклавирование и брендик-то не наклеить. Да просто вот сюда сделаю и все, и будет красиво. Все, что все знали. Пробовал сюда сделать, она отклеивалась. Вот, а сюда, смотрите, она прикольно так легла. А, кстати, еще на этом аппарате, друзья, если приобрести двухдюймовую царгу, то можно очень легко делать те же самые напитки, которые я вам показывал в прошлый раз. Так, здесь система сброса, здесь кран. Если мы ставим в горизонтальное положение, то автоклав работает режим на воде, а если ставим его вертикально, то режим на пару. Этот кранчик, он должен сейчас будет открываться, когда будет уходить сюда воздух. Но вы сейчас все это увидите. Внутри, чтобы вы понимали, просто находится тен. Мы автоклав уже промыли. Вот видно, что мы с ним уже занимались. Мы будем заправлять сегодня все эти баночки. Так, автоклав я пока убираю, правильно? Он нам здесь не нужен. По рецепту на одну полулитровую баночку приблизительно 5 грамм соли. 5 грамм это, наверное, чайная ложка. Правильно? Да, да. И я предлагаю там, говорят, в баночки сыпать, чтобы вот, ну, как бы соль распределилась лучше. Я по 12 ложечек сюда. У нас приблизительно одинаково разделено. Давай-давай, пробуем. И перемешаем. Давай, давай, мы экспериментируем. Ребята, сегодня у нас это все в рамках такого, ну, пробника, что ли. Попробуем, поймем. 24 банки в каждую ложку. Это Женя уже все сказала, да? А я, наверное, повторяю. Ну, надо же. Блогер. Вот, да, по 12. Это сахар или соль? Очень похоже. Не надо. Все. Смотрел обзоры, и там люди. Именно вот на этом затыке у них был вопрос. Потому что положить по ложке на мясо, она может там не рассредоточиться, наверное, да? И лучше всего так перемешать все это вместе. Ну, я так думаю. Ну, вот из опыта, даже приготовленная тушенка, она должна постоять. То есть, после варки сразу горячая, она все равно не такой насыщенный вкус имеет. Ну, это знающие люди рассказывают. Ну, все, так и будем делать, значит. Еще кто-то пробовал, ну, люди пробовали использовать не просто вот соль, горошек и лавруха, а еще специи. Но по опыту им не понравилось. Как ты говорила, есть там всякие вкусовки, невкусовки? Ну, есть добавки, которые добавляют или там аромат, ароматика, или они добавляют какой-нибудь привкус, там, не знаю, там, копченость. А у нас сейчас ароматика просто? А у нас сейчас это просто, ну, как бы, специи такие элементарные. Просто есть же там всякие сборы, там, специй, в которые там добавлено много всего. Какие-нибудь усилители вкуса, там, или еще что-то. Угу. Руки помоя. Хорошо перемешал? Нет. Я же только на кадрах, на видео. Холодные. Пока пользуюсь случаем. Когда Женя мне предложила, говорит, давай автоклав приобретем. Я говорю, Жень, скажи, пожалуйста, у нас хоть раз в холодильнике вообще мясо задерживалось? Она говорит, нет, прикол не в этом, а прикол во вкусе этого мяса. То есть, не то, что его девать некуда, и нам надо как-то его консервировать. А самая приколюшечка-то именно в том, какое оно получается. По укладке мы решили, что мы будем полную баночку набивать. Некоторые набивают, оставляя немножко там пространства. Не знаю для чего, если честно, я не понимаю. Может быть, Денис знает. А мы, ну, так как мы понимаем, что мясо при варке, оно уваривается. То есть, в итоге, если мы наложим полную, у нас все равно будет меньше мяса. Так зачем нам еще меньше накладывать? Да, если даже в этой пол-литровой баночке сантиметр сделать меньше, то в конце тушенки будет вот так посерединке. Поэтому смысл, мы, наверное, ее полную забомбим, даже немножко прессанем, и будет у нас хорошая тушеночка. Я вот думаю, как мы сначала специи разложим, или немножко мяска в центр специи, и потом мяско? Не знаю, вот это ты сама думай. Ну, как обычно, все кидают вниз. Ну, все. То есть, раскладывают сначала по всем банкам специи. Да, и еще, знаешь, обычно делают как? Два таких, два таких горошка, и по одной лаврухе. Это душистый? Это черный перец горошек. По два? По два. Ну, два-три где-то как упадет, я думаю, что здесь принципиально на вкус не скажется. Точно? Это же так, для аромата. Женя, это называется нарушение рецептуры вообще-то? Ну, вообще-то мы творим. Что мы творим, Жень? Ну, я имею в виду, что готовка же это вообще такой творческий процесс, поэтому... Да, если бы у нас хотя бы опыт был. Да, поэтому мы будем пробовать. Так, а здесь уже положил? Нет? Не важно. Нет, смотри, а то мы, правда, лишнего бахнем будет потом. Одна вкусная, вторая невкусная. Друзья, не слушайте нас, делайте все по рецептуре. Все, где-то два, где-то три. Так, а вот этих по одному? Это по одному точно, потому что они очень насыщенный вкус имеют. Душистые печи. Это душистые, да? Да. Все. Можно мне секунду, я помою руки? А то, что они все разные. Ну и что? Вот здесь уже есть, вот давай сюда. Вот все, вот это, вот то бомби. А, два упала. Точно по одному душистому хватит? Хватит по одному, что так, везде, да? А, душистый. Он прям очень-очень такой. В нем прям душа, я прям чувствую, на. Все, начинаем паковать мясо, но это уже такая больше мужская процедура, поэтому я буду тебе помогать. Насколько по половине пока? Ну да, я вот так вот, везде там, допустим, по нескольку. Нет, лучше, нет, нам, подожди, нам надо забить-то все равно. Я понимаю. Ну, лучше давай не 24, если мяса не хватит, то не 24 банки сделаем, а, ну, сколько есть. Мне кажется, пихаем до конца. Еще про жир очень многие говорят, что дополнительно жир туда положить, но мы смотрим, что в мясе жира достаточно. Нет, это если бы было очень постная свинина или, допустим, говядина, туда добавляют еще отдельно как бы жир, ну, чтобы она не сухая была. Мы немножко не подрассчитали, и у нас осталось 5 баночек, не вошло, вон они, и кот. Кот, хочешь в автоклав? Кот ждет тушенку. У нас получится, наверное, всего лишь 2 ряда и 1 баночка на третий ряд. Теперь это все очень хорошо. На, я теперь буду накладывать. Да, теперь очень хорошо затягиваем. И отставляем. Как называются эти крышки, парни? Напишите, пожалуйста. У них какое-то название интересное. Хлип-эн-хлоп, что-то такое. Чпок-эн-чпик. Я не помню точно, но какое-то интересное название. Руки не такие, чтобы прям скользкие. Немножечко просто проскальзывают, но я ж помыл. Нифига себе, он с тушенки. Если сейчас учесть, то каждая баночка этой тушенки стоит сколько? Хорошей тушенки? Ну, пол-литровой баночки, даже не знаю. Если небольшая, 338, в среднем ценовом сегменте где-то рублей 200 с чем-то стоит. А эти баночки, они, ну, побольше, наверное. Они там, может быть, грамм 500. Так, теперь автоклав. Промойте банки, сделали, нарежьте крупными кубиками, сделали, специи положили, расфасовали. Налейте 5 литров воды в автоклав. Но ребята делают еще уксусную кислоту. А для чего? Не уксусную, а как она называется-то? Не уксусную. А, это знаешь, наверное... Вот это, вот это, вот это. Я ее покупал, Женя. Лимонная кислота. Лимонную кислоту, да, уксусную. Ну, ты же с лимонной кислотой уже прокипятил. Вообще лимонные от накипи. Ну, то есть, чтобы не пригорало в автоклаве, на производство, добавляют какие-то специальные вот эти вот от коррозии металла. Короче, не будем класть? Я думаю, что не надо. Крышка твист-офф называется. Понятно? Точно. Теперь мы знаем. Вот, она не требует зажима. А крышка СКО требует надеть зажим. Угу. Так. Ну, слушай, тут все вообще элементарно. Давай тогда ставим все это дело внутрь. И заливаем. А, воду. Еще должен вам сделать акцент на то, что автоклав выполнен из нержавеющей пищевой стали. Ну, проверить можно легко. Он не магнитится. Автоклав оборудован полноценным воздушным клапаном. И не нужно ничего крутить или перекрывать. При достижении 100 градусов клапан закрывается автоматически. Без вмешательства пользователя. Простой, понятный электронный блок управления. Всего три кнопки. Легко разобраться. Корпус из металла. Никакой лишней электроники, удорожающей конструкцию. Проверенная автоматика, которая вас никогда не подведет. Консервировать можно на пару или на воде. Ну, как вы привыкли больше. Вятич поддерживает оба режима. На воде нужно залить все банки водой. Повернуть синий кран в положение вода. А на пару залить 5 литров воды. То есть это по фальш-дну. Ну, по зиговочке, которую я вам показывал. И повернуть синий кран в положение пар. Никаких ухищрений с кранами, клампами и так далее. В паровом режиме вы используете меньше воды. Автоклав в 10 раз быстрее нагревается и в 10 раз быстрее остывает. Если на память, то 70 минут мы должны будем его варить и потом кипятить. То есть сначала доводим до кипения, а потом 75 минут варим. Это на пару. На 120 градусах. Да, это на пару. А потом он остывает 40 минут и можно уже употреблять. А если вы варите на воде, то там что-то в районе 24 часов. Потому что пока вода остынет, пока это все оттуда извлечете. Заходи, наверное, чтобы на себя. Закручиваем. Это, наверное, не принципиально, но строительная такая мысль. Всегда параллельные вертлюжки. Так, еще раз, смотри. Это по воде, это по пару, правильно? Ну, тогда все включаем. Это я уже очень сильно затянул. И выставляем 120 градусов. Смотри, верхняя полка – это у нас фактическая температура воды. Нижняя полка – это температура, которую нам нужно получить. Прибавляем до 120 градусов. Поехали. Друзья, ну, в общем, даем время отработать автоклаву и потом делаем тест на вкус. Мы молодцы. Только мы не включили. Кого? Ну, температура не поднимается. Ну, до крана еще. Тенты работают уже все. Аналоги электрических автоклавов стоят от 30 тысяч рублей. Этот же автоклав с электронным блоком управления можно приобрести всего за 18. Экономия будет минимум 12 тысяч рублей. Ой. Хе-хе. М? Давление больше 1,2 не поднималось. Даже 1,1, наверное, да? Он щелкает 120, 119, 120, 119. Все, ждем еще 29 минут и вперед. Не знаю, сегодня вам покажу это все или завтра утром. Ну, там еще, видите, остыть надо, а уже время 10. Ну, типа все, закончилось. Ну, значит, все, выключаем. А выключать написано было два варианта. Первый вариант – это уменьшите температуру на минимум. Либо второй вариант – просто выдергиваем из розетки. Итак, раннее утро. Мы вчера не стали, в общем, это все разбирать. Оставили до утра остывать. Так, друзья, посмотрите, что у нас получилось. Вот такая вот вкуснота. А вот эта баночка почему-то одна. В ней сока не так много. Ну, вот ее мы сейчас и продегустируем с Женей. Как раз завтрак. Да, Евгения Алексеевна? Давление. Как настоящие тушенки. Так, Женя, скажи, что? Что, мяско вкусное. Мяско, давай. Мы же на пробу. Мы же не завтракать. Так. Она уже не горячая. А, ты жир не любишь? Давай уберем. Ну, и что, как туха? Нормально? Ну-ка, дай пробу. Ну, у меня нет привкуса тушенки. Вот что с ней делать, а? Вот, например, как ее можно использовать в семье? Только если я куда-то еду на рыбалку, на охоту? Или... Почему? Почему ее можно же и дома просто? Ну, это просто готовое мясо. Там, сварил гарнир, ее на сковородочку немножко подогрел. Можно в супчике, потому что там же есть еще и бульончик. Ну, вот для супа, наверное, самое то. Да и просто так. И он такой разваленный получился. Еще бы. Кот тоже просит. Ну, все круто. Все круто. Вот это я с котом поделюсь. Это для скота. Мы сейчас все по работам разбегаемся, по учебам. Для меня такой первый опыт сниматься в 6 утра. Не, ну мясо получилось вообще вкуснейшее, конечно. Еще рыбу попробуем так же приготовить. Потому что говорят, что при приготовке рыбы лишь кот просится. Даже кости становятся мягкими, вкусными, красивыми, интересными, приятными. Все. Рад был вас видеть. Небольшой такой обзор. Кому помог, тому помог. Кому не помог, извиняйте. Ставьте лайки. До следующего видоса. Через недельку увидимся. Все. Пока. Пока.